Проект «Открытая лабораторная» был придуман в России научными журналистами. Впервые акция прошла в 2017 году в 34 городах нашей страны, а также в Китае и Казахстане. В 2018 география «Открытая лабораторная» выросла до 10, а в этом году – до 30 стран мира. Одной из площадок акции стал Исаровский физико-технический институт. Эта акция зародилась в 2017 году, собственно, она очень молодая, идет по типу тотального диктанта, географического диктанта в виде теста. Это филантропический проект, просветительская акция на знания естественно-научных дисциплин. И вот сегодня у нас наши горожане проверят свой уровень знаний. Проверить свои знания в области естественных наук пришло более сотни саровчан. Среди участников были школьники, студенты, работники различных предприятий и даже доктора наук. Некоторые приходили целыми семьями. Я пришел сюда просто потому, что мне интересно. Я стараюсь на такие события, такие возможности использовать, в том числе привлекать своих детей, для того, чтобы они, так сказать, росли в обстановке, в которой им было бы не просто интересно, я не знаю, в телефоне сидеть, а какие-то такие вот вещи, которые связаны с тем, чтобы посмотреть, что они умеют, что они знают, как они там на фоне других и так далее. Мы стараемся участвовать с семьей в таких мероприятиях. С тестом Иван справился всего за 15 минут из отведенных 30. Мужчина рассказал, что задания показались ему достаточно простыми. А вот его дочери Маргарите пришлось сложнее девочке всего 11 лет. Рита признается, что на большую часть вопросов отвечала интуитивно. Были достаточно сложные вопросы. Помощи я ни у кого не просила, старалась решать сама. Самые сложные вопросы были в первом блоке. Нужно было ответить, правда это или нет. После тестов организаторы открытой лабораторной разобрали с участниками акции все задания, указав правильные ответы. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.